Всем привет! Пока что еще есть Заверят. Сегодня мы кидаем нашу деревню и отправляемся в другую деревню. Ну а если без шуток, мы поехали забирать маму с Верой из гостей. Они ездили к родственникам. Там мамина стража живет, это мамина родина. Мама там родилась, ну правда в другом доме, но там рядом. Это Ильинский район, Филатово, село. Так что поехали мы забирать. Сегодня суббота, утро. Увезла я их туда в среду. Время без 15 и 9. Мы только выехали. Ну да, мы уже кучу дел переделали вообще-то. Так что там очень красивые места, я хочу вам показать просто. Но, блин, далеко от города. Для меня это далеко. Но опять же, имея дачу, вот так вот, наверное, было бы здорово. Ну, не знаю. Кому как. Мне главное, это близость к городу. Один из составляющих факторов моей счастливой жизни в деревне. Сделают дороги. Трещина мешает. Это недалеко от нашей деревни. Ну, это тоже входит. Это деревня Кухрята тоже входит. Аверята, Кухрята, Якунята. Да, у нас тут Бусырята, Якунята, Аверята, Стрипунята, Кухрята и все в этом духе. Сейчас мы едем в Кухрятах. Абакшата. Когда я ехала в среду сюда, уже во второй половине дня, это где-то после, ну, часов в шесть, наверное, в пять мы ехали. Поток был значительно меньше, его практически не было. Там сейчас вот едем, вот, перед нами. Ну, вот машины, понятно, и там еще, вот, я не знаю, вот сейчас там. И Маша мне-то как говорит, может, мы как-то его обгоним? Меня раздражает, когда вот я не вижу дорогу. Меня очень прям это раздражает. Что обгонять там? Там такой поток он идет, смысла нет обгонять. Едем 90 километров в час. Мы уже час в пути, мы 8.45 выехали, время 9.50. Самое интересное, что мы выехали из Краснокамского района, проехали там по районам города Перми, уже прям по Перми. Потом заехали обратно в Краснокамский район. Сейчас едем до Прянски, потом будет только Ильинский. Очень такая интересная дорога. Здесь есть Алешиха. И если ехать там, ну, по прямой, грубо говоря, по карте брать, там от этой Алешихе до нас, ну, не очень далеко. Просто там... 5 километров в 10-15. Ну, дороги нет. Ну, есть такие умельцы, которые на огромных машинах там катались. Есть и знаю, что есть такие видео. Но приходится вот такой крюк делать, так объезжать. Хотя по карте-то вот оно близко. То есть мы из Краснокамского района проехали, наверное, километров 50 снова заехали в Краснокамский район. Короче, Аверята, вот там слева, вот туда, если... Ну, да, да. Лишних сотку километров проедешь. Ну, да, туда-обратно так и получается. Можно еще ехать туда вот через Карагайский район, ну, там через Григорьевский как-то. Не знаю, там еще тоже есть пару дорог. Это, получается, с другой стороны объезжаешь все это. Ну, там еще дальше получается. И вот такая вот, вроде кажется, монотонная дорога. Она такая, ну, узенькая, да. То есть одна полоса туда, другая обратно. Дорога достаточно хорошая. Едешь плавно. И вот такой вот прямо зеленый рай. Кругом леса, леса, леса. Горки. Такая приятная дорога. Гонщики сегодня всем. В субботу утром это особенно. Помидорки везут в Гриф. Видела, да? Да, да. Вы, наверное, не видите там багажники. Кто-то гоняет, кто такое как едет. Такое разношерстное движение в субботу. У него прям очень, в кавычках, нравится. Сегодня у нас по прогнозу 27 градусов должно быть. Вчера было бы прохладнее. Сегодня прям так тепло, лето, жарко, а завтра 17. Такие вот погодные качели. Главное, чтобы града не было и снега. Ну, обещали сегодня МЧС, что будут угрозы, туманы, грады. В общем, полный апокалипсис, но они обещают практически весь май. И что-то не было ни одной и грозы еще. У нас точно я видел один раз, там, мол, не было. А так не было. Главное, дожить до 15 июня. Что-то 15 июня еще и снег может быть, и град, и что такое, а после 15 уже все, скорее всего, не будет. Ну, а там уже осень. Осень. Вот мы заезжаем в Ильинский район. Ну, тут вот промежуток такой небольшой, видимо. Добрянка не доделали, и Ильинск еще не стали делать дорогу на границах. А вот тут начинается уже снова хорошая дорога. Так что немножко нам осталось. Это, по-моему, Комариха называется место. Тут вот слева будет ключик, если это кому-то интересно. Вот такие вот просторы сейчас начинаются здесь. Давайте заметь, Борщевика здесь нет? Да нет, он тоже тут есть, но местами. Ну, да, его меньше. По крайней мере, едешь по трассе, по обочинам нету. А вот там дальше вспомним, мы в Ильинске как мы ездили. Там есть Борщевик. И, видимо, ближе к населенным пунктам есть. Человеком насеяно это все. Не видно, наверное, будет, но вот леса шикарные. Вот так вот едешь с горки на горку, с горки на горку. Булк сбиваешь. Все стекло лобовое грязное. Жит-пассейн, что ли, да? Коши, косят, видимо. Вот такие поприличнее поля, чем у нас. Едешь все в Борщевике вообще. Да, у нас поле Борщевика. Там вот нефтекачалки, или как это называется? Нефтяник, скажи, что вот это такое за молот? Некде бывает. Некде бывает. Там вот мы проезжали, СДНД называется, я не знаю, что это такое, но там что-то с ним связано. Центр. Центр добычи нефтегаза. Вот. Такие вот тут вот несколько штук есть. Вот, а у третьей там еще было одна-четыре точно здесь есть, может, даже больше. Уже подъезжаем. Сейчас красивый вид такой откроется на реку. Как часовая впадает в Каму, а если туда дальше еще проехать, там Добрянку будет видно. Там прям слияние трех рек, вот там вот уже река. Ну, камера, конечно, все это еще не передает. Дорога передает. Сейчас наш грязным стеклом, сломанным. Ну, дорогу как колбасит на стуле. Ну да, здесь уже такая похоже. Тут главное-то быстро ехать. Там вот такие две трубы, это Добрянка. Вот видите, какая река. Это вот как раз вот горевая, я сказала, часовая, да? Река Горевая, река Горевая впадает в Каму. По-моему, в Каму. Честно говоря, точно не знаю. Да, Кама, Обва и Чусовая вот там вот они потом встречаются. Тут вот такая басика, я в трассе обратила внимание, у льи стоят у людей. Много так. Здесь тоже, кстати, чистое место, нет никакого непроизводства. Трасса далеко. Коровки пасутся, это такая частная территория. Тут вот барашки пасутся. Так ухожены все. А газ тут есть? Нет, но дом продается. Так что кому надо. Там прудик такой тут. Ммм, как классно. Тут мое детство прошло. Ну, как детство. Я сюда приезжала на лето. Раньше бабушка жила где. Мама вот в этом доме росла. Мы сейчас его будем проезжать. Он, конечно, изменился до неузнаваемости. И там был прудик. Мы, как помню, ловили карасиков. Свой пруд дедушка делал. Потом бабушку увезли в город. Это не та бабушка, с которой мы живем. Это моя родная бабушка, мамина мама. Сейчас у всех просто мозг сломался. С вами что за бабушка живет? Другая история уже. Тут вот мы раньше на этом поле собирали землянику. Она и сейчас здесь растет, такая березка одинокая. Прям помню, маленькие здесь мы были. Здесь была сушилка. Зерно сюда привозили. Ну, мы называли сушилкой. Бабушка тут у нас уже, когда была на пенсии, работала здесь. Ну, летом. Так, и мы были всегда, часто здесь были. И вот тут вот мы подъезжаем. Деревня Глушиха, да. Так вот, классно. И вот этот вот дом. Ну, он сейчас уже, конечно, на этой березе мы катались, на тарзанке туда. Там пруд. Вот это мамин дом. Ну, сейчас, конечно, тут все по-другому. А вот там Филатова на горе. Да, тут он такие выпасывал. Да, и туда просто отпускаешь. Называлось это Паскотино. Я не знаю почему. Ну, пастбище, по сути, дело. Ну, у всех по-разному. Левада-то немного другое. Огороженная территория там, я не знаю, сколько квадратных километров, но огромная. То есть корову прямо выпускали, никаких пастухов. И, ну, коровы сами пастлись, они по времени уже приходили. И вот она где-то вот тут вот граничила Филатовская и вот эта вот Глушухинская пастбище эти. Тут раньше фермы были, сейчас, по-моему, уже. Ну, там есть какая-то небольшая уже, потому что она в частых руках. Муша закладывает сейчас. Да, в этом месте закладывает. Такая ностальгия у меня здесь всегда на лето приезжала. Ну, не на все лето, так, в основном была в рядах. Сюда приезжала к тете, к бабушке. Тетя, вот у меня здесь сестры двоюродные там. Ну, сейчас они в городе живут. Орега. Ой, мы тут были предоставлены сами себе, потому что было безопасно. Гуляли, ну, не ночью напролет, конечно, маленькие, но имеется в виду, что на велосипедах тут гоняли, на речке купались. Классно время проводили летом. Вот, видите, коровы, по сути. Ну, раньше их тут были, ну, очень много, несколько десятков, может, сотни. Сейчас, ну, может, конечно, сейчас их больше, так просто. Вот это вот все ограждение, это бастбище, там вот река, барашки вот там пасутся. Надо барашка купить на мяско. Только это вот мы проезжали там, где дом продают, там, по-моему, продают барашка. Ну, я не знаю, конечно, но это может быть. Ага, сейчас бараны мы будем возвращаться. Вот, мы заезжаем в Филатова. Тут процветает какая-то красная глина. Ну, типичная деревня, как и многие. Ну, это не деревня, это село. Это дом культуры. Это администрация. Ну, что за мужик пришел, надо было сказать, там, это дядя Вася. Я откуда знаю, я тут вообще сейчас никого не знаю. Раньше храм был нам сюда, налево. Я откуда знаю. Так, бычок, наверное. Здесь коровка. Фея. Это маленький бычок, она первая тёлка, первый раз родила. А, тишина какая. Курицы какие-то там спрятались. Ребенок-то наш где? Ребенка-то нет. Папа там. Беги к маме скорее. Венечки. Мама. Привет. Ты мой сладкий. Соскучилась? Да. И по маме, и по папе. С собой с собой сяду. А ты будешь улечь? Да. Полюбаемся? А ты... Апа... А что? Домой поедем? Привет. Привет. Поедем домой? Ты что, рвела? Ага. А, все, я в глазах тебе куки. Да, папа. Опа. Малыш. Все, забираем и домой едем, да? Домой едем? Да. Ну что, все в сборе, наконец-то. Да? Вера, ничего не рассказывает. Вера, не рассказывает. Подружек говорят. Смотри, коробки. Коробки, да. Едем домой. Все, работать. Хватит отдыхать всем. Пора домой. Да? Домой хочешь? Все, отстрелялись до обеда. Мы приехали практически без потерь. Боец, правда, сдался. Устала, укачала. Время 12.20. Мы дома. Деревню вот заезжаем. Все, мечи. Все. Мы дома. Все дома. Миссия выполнена. Миссия выполнена. Все отдохнули. Поехали работать. Все. Ну, всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока. Пока-пока.